ГОЗНАК 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 но и решение по идентификации, по идентификационным документам. Ведь многие страны сегодня ставят перед собой задачу цифровой трансформации. Цифровой трансформации государственного управления, цифровой трансформации бизнеса. А без надежной идентификации, без систем определения, формирования среды доверия между людьми, между организациями, без системы выдачи документов, без системы контроля этих документов Невозможно ни государственные услуги в электронном виде, ни путешествия, тоже нужные документы. И даже электронная коммерция весьма ограничена без такой системы идентификации. И основываясь на том опыте, который сегодня есть в России и наш опыт в других странах, ну, например, мы поставляем сегодня паспорта с электронным носителем информации для Намибии, мы эти решения предлагаем и другим странам. Для нас это один из важных регионов. Ну, вот смотрите, у нас около 30 зарубежных заказчиков во всем мире, из которых треть – это африканский регион. Это очень интересная площадка в том плане, что она развивающаяся. Потому что, как бы то ни было, во многих странах Юго-Восточной Азии, они где-то, может быть, идут значительно раньше, они опережают это развитие, и мы и там работаем. Мы достаточно активно представлены в странах Юго-Восточной Азии, но Африка в этом плане более благодатный регион, он более восприимчив к тем решениям, которые у нас есть. Поэтому мы этой площадкой воспользовались, я считаю, в полной мере для продвижения наших решений. Но особенно я бы еще хотел подчеркнуть, что мы видим здесь вот те направления развития, которые сегодня происходят во всем мире. И та же идентификация. Например, мы можем снова говорить о том, что биометрическая идентификация, она сегодня становится важным элементом любого идентификационного документа, любого паспорта, национального ID. И, безусловно, те современные решения, российские, те решения, которые не зависят от иностранных поставщиков, которые могут быть переданы заказчику, это все вызывает существенный интерес у наших партнеров. Мы не планировали каких-то больших подписаний, но у нас состоялось несколько очень интересных встреч, перспективных с представителями рядов стран, которые, с нашей точки зрения, могут в перспективе стать нашими новыми клиентами. У нас 30 заказчиков во всем мире, на разных континентах. Это и Латинская Америка, и Юго-Восточная Азия, Африка. И, естественно, те решения, которые сегодня предлагаем, они все равно адаптированы под конкретного заказчика, но они все основаны на тех решениях, которые были разработаны, апробированы в других странах, апробированы какие-то в Российской Федерации, естественно, и все они основаны на наших собственных разработках и на наших собственных решениях, потому что мы, скорее, являемся поставщиком технологических решений в этой сфере, чем и покупатели. Редактор субтитров А.Семкин